Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Верняковская. Впереди нас ожидают долгожданные праздники. Именно поэтому сегодняшний выпуск будет особенным. В Казанском федеральном университете состоялся студенческий марш Победы. В Елабужском институте КФУ прошла Олимпиада по робототехнике. В Казани прошло грандиозное событие, организованное Казанским федеральным университетом и уже известное не только студентам вуза, но и всему городу и даже всей России. Студенческий марш Победы – уже традиционные события для Татарстана. В этом году наша страна празднует 73-летие окончания Великой Отечественной войны. Ежегодно отдать честь ветеранам хотят тысячи добровольцев из разных городов России. В самом центре событий побывал наш корреспондент Диана Шилова. 9 мая – праздник, который касается каждого. Минуло уже 73 года с окончания Великой Отечественной войны. Времени тяжелых испытаний, которые с честью преодолела наша страна. Во время Великой Отечественной войны студенты, педагоги и ученые Казанского федерального университета оказались в одном строю. Одни уши на фронт, другие ковали победу в тылу. Данное мероприятие «Марш Победы» – это в первую очередь дань уважения и памяти тем героям, которые воевали и отстаивали независимость нашей огромной Родины. Вот уже четвертый год по Кремлевской улице города Казани в направлении Казанского федерального университета от Кремля движутся колонны, которые в едином порыве выражают свою любовь и благодарность нашим дедам, прадедам, бабушкам, которые в тылу сражались, на фронте сражались. В преддверии Дня Победы студенчества Казанского федерального университета ежегодно объединяется для организации проведения студенческого марша Победы. Это стало доброй традицией не только для вуза, но и всей республики Татарстан. Напомним, что в Елабыке и Набережных Челнах также проводится данная акция силами КФУ. Несмотря на плохую погоду, участники парада стоят, не шелохнувшись тренин через всю улицу Кремлевскую. Зрители направляют камеры мобильных телефонов, тысячи фотографий, видеозаписей заполняют в социальные сети. Мероприятие началось на площади у Кремля, где состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. Вместе со студентами в марше приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и выпускники университета. Возглавил шествие с фотографией своего деда ректора КФУ, проректора университета и почетные гости. Громоглазно ура разносилось в площади 1 мая по соседним улицам. Участие в традиционном для КФУ мероприятии студенческом марше Победы Казанского федерального университета. Приняли участие более тысячи студентов, в том числе из других федеральных вузов России. Для меня значит очень много в плане патриотической направленности. Потому что мы приехали сюда как от военно-патриотического клуба «Патриот Сибири», Сибирского федерального университета города Красноярска. И для меня это большая честь побывать на таком грандиозном мероприятии. Ребята это будущие военнослужащие, они через буквально полтора года станут лейтенантами и будут служить в вооруженную силу. Лично для меня это значит очень многое. 23 года назад я впервые прошел старым шагом по Красной площади в составе парадного батальона. Глядя на это, я понимаю, что все традиции сохранены и будут продолжаться через поколение в поколение. У меня и прадед служил, и прабабушка. Готовиться мы начали еще два с половиной месяца назад. Тренировка была каждую неделю. Мы собирались, маршировали по два часа, очень уставали. Данная акция, организованная КФУ, состоялась уже в четвертый раз. В этот раз в Марше Победы приняли участие около пяти тысяч человек. В рамках студенческого марша Победы прошел митинг, где ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров, а также почетные гости сказали слова благодарности в адрес всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. После чего все участники парада направились в ректорский садик на возложение цветов к мемориалу. Наш корреспондент Артем Тупичкин расскажет подробности. После подхода почетного батальона к главному зданию Казанского Федерального Университета состоялась торжественная часть празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Студенческий марш Победы стал доброй традицией в Узии Татарстане. Он проходит не только в Казани, но и в Елабуге и набережных Челнах, где также проводится Казанским Федеральным Университетом. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Наш студенческий марш сегодня демонстрирует силу духа нашей молодежи, ее единение, умение сплотиться во имя великой цели. Именно эти качества позволили нашим отцам, дедам и прадедам победить жестокого и сильного врага. Сегодня сохранение единого пространства памяти об их подвиге помогает нам успешно противодействовать трудностям и адекватно реагировать уже на вызовы сегодняшнего времени. Сегодня каждый из вас, кто присутствует на митинге, должен понимать одно, что мир это очень трудное дело. Трудное дело всей страны. Мы живем под мирным небом. Я хочу пожелать каждому участнику никогда не познать трудности военного лихолетия. Также выступили заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Рима Ратникова и депутат Государственной Думы Российской Федерации Фатих Сибагатуллин. В октябре прошлого года я осуществил свою давнюю мечту еще раз побывать по местам боев, где проходила наша 3-я гвардейская танковая армия. Я объехал все места боев по территории Германии. Я отдал свой долг перед своими однополчанами и всеми, кто сражался на территории Германии. Великое счастье, дорогие друзья, что мы, сидящие здесь ветераны, видим нашу прекрасную молодежь. Та молодежь, которая сегодняшний день представляет великое счастье нашего народа. Какая радость у меня сегодня на душе. Я вот смотрю на вас, солдаты, будущие защитники нашей Родины. Я так рада, что наша Россия имеет вот такой запас силы над фашизмом в будущем. Если кто-то посягнет на нашу Родину, очень крепко пожалеет об этом. И еще я хочу сказать, что Гафуров, вот в моем понимании, это просто не просто ректор. Он, мне кажется, он душа, отец вот этих всех молодых товарищей, всех студентов. Просто вот видно же от человека, что какую он работу каждый раз делает, вот праздник исправляет. Это какой труд, вот это все организовать, все это собрать, всех нас. И нас не забывать. Мы вот тоже приходим с удовольствием сюда порадоваться. После торжественной части ректор университета, гости мероприятий и студенты отправились к мемориалу памяти погибшим для возложения цветов. На месте проведения мероприятия работала полевая кухня. Напомним, что телеканал Универ-ТВ вел прямую трансляцию с мероприятия. Повтор трансляции состоится 9 мая. Артем Тупичкин, Ленарда Влетяров, Универ-Ньюс. Ветеранов, главных участников студенческого марша Победы, провожали поднесмолкающие аплодисменты. В столовой института физики Казанского федерального университета всех участников Великой Отечественной войны ждал праздничный обед. Аделе Шамиловой удалось пообщаться с ветеранами. Насыщенный день со студенческого марша Победы завершился для ветеранов праздничным обедом в Казанском федеральном университете. Гостей продолжили поздравлять сотрудники ВУЗа. Развлекательная программа включила в себя творческие номера представителей КФУ и приглашенных артистов. Пока ветераны готовились к праздничному обеду, мы решили узнать, какое впечатление оставил от себя прошедший марш Победы. Приятно отметить, что некоторые из них принимают участие в мероприятии уже не в первый раз. Например, герой Советского Союза Борис Кузнецов искренне поздравил собравшихся с наступающим праздником, пожелав счастья и неизменно мирного неба над головой. Кстати, несмотря на то, что после войны прошло 73 года, энергичному настрою Бориса Кузнецова могут позавидовать даже студенты. Я видел прекрасную молодежь. Я видел тех людей, которые сегодняшний день сделали великую победу. Это ветераны Великой Отечественной войны. Да, мы сделали много для нашего государства. Такая солидарность нашего студенчества, это же умолепстежимо. Значит, мы со своей народом, со своей молодежью становимся единым коллективом. Это самое главное. На этом праздничные мероприятия в КФУ, посвященные Дню Великой Победы, не заканчиваются. Традиционно и регулярно в институтах университета проходят множество концертов и памятных встреч. А студенты по давней традиции продолжат акции помощи ветеранам и героям трудового фронта. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Невер Ньюс. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло очередное заседание ученого совета. Обсуждали конкурсный отбор на должности, а также внесение изменений в организационную структуру Института управления экономики и финансов и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. На заседании затронули также темы увековечения памяти и знаменитых людей и выдающихся исторических событий. Более подробно мы расскажем вам в следующем выпуске. В Елаборском институте КФУ впервые прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады по робототехнике. Подробнее расскажет Олег Кашин. Построить роботов из конструктора лего, а потом заставить их играть в футбол, может далеко не каждый образованный человек, не говоря о школьниках. Но на Всероссийскую робототехническую олимпиаду для детей приезжают самые выдающиеся ребята, будущие IT-специалисты. Республиканский этап такой олимпиады прошел в Елаборском институте Казанского федерального университета. Там в соревнованиях приняли участие более 170 школьников, а поприветствовать их приехал министр образования и науки Республики Татарстан. Мы живем на стыке двух эпох, и впереди, конечно же, это цифровая экономика, это робототехника, и то, что дети сегодня уже постигают азы этой робототехники, очень важно для формирования их мировоззрения, для формирования их профессиональной ориентации уже в эту сторону. И я думаю, что когда они подрастут, все то, что мы видим сегодня в фантастических фильмах, благодаря их мозгам, благодаря их рукам, станет реальностью. Олимпиада проходит уже в пятый раз, но только в этом году впервые в Елабужском муниципальном районе. А теперь организаторы надеются, что это станет доброй традицией Елабужского института. Олег Ашин, Денис Сипайлов, Универньюс. На этом все. Следите за нашими новостями в социальных сетях и обязательно смотрите записи наших выпусков на Ютубе. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова